Алади, Алаба, какая-то бомба. Всем добрый день. Пляж Взморья, набережная пляжа Взморья. Много веселых, счастливых людей. Отдыхающих, загорающих. Это улица Речная, Речная 2. Как-то мы разговаривали в ходе беседы. Я объяснял, что это все частная территория, это все Речная 2. Бывшая база Взморья. Сейчас ее раскрутили по домикам, по участкам. Но все равно эта земля осталась частная. Поэтому в ряде случаев там к муниципалитету отношений никакого не имеет. Набережная. Сегодня у меня такой маленький круиз. По пляжам. Я понимаю, что пляж Взморья, пляж Багратион у меня попадает в кадр достаточно часто. Потому что я достаточно часто здесь хожу. Ну вот, маршрут у меня так пролегает, ребят. Нет у меня другого варианта. Точнее, есть другой вариант. Но тут же самое интересное. Сейчас самая жизнь здесь. На пляже Взморья. На пляжах вообще. Не только на Взморье, но и на пляжах. Можно принять освежающий душ. Попрыгать вот там. Но я бы не хотел там прыгать, честное слово. Мы отправляемся с вами от пляжа Взморья куда-нибудь туда. Я не знаю. Наверное, пройденным, перепройденным уже маршрутом. Но я тысячу раз ходил в сторону. Естественно, улица Калараш. Бар Бамбук. Сегодня здесь будет пенная вечеринка. 17 часов. Ну, блин. По идее, надо бы посетить, конечно. Не знаю, посмотрим. Форелька. Кстати, этот парень шел с форелькой впереди меня. У меня такой аромат прям вообще прям реально. Ну, у меня своя. У меня своя форелька есть. Честное слово. Меня угостили сегодня. А это пляж Взморья, который постепенно заканчивается. Мы с вами попадаем на пляж Прометей. Пляж Прометей. В общем, такой круиз у меня. Виталий, он тут предлагает прогулки, джиппинги, экскурсии. Как всегда. Не, не как всегда. Когда-то сравнительно года два назад, наверное, он тоже кукурузу предлагал. Теперь занялся другим бизнесом. Пляж немножечко прирос, я вам уже рассказывал, что было время, когда он прям практически впритык к этому строению бетонному прижимался. Теперь такой вот. Пляж это живой организм, он то больше, то меньше. Поэтому не пужайтесь, если вдруг что. Тут я уже сам путаюсь, если честно. То ли тут пляж Салют, то ли тут еще Прометей. Вот там вот Прометей, я имею в виду, строение, где бассейн. А здесь вроде как бы уже Салют. Я видел как-то указатель границы пляжа. Море хорошее, спокойное. Главное, что теплое. А может быть, вот где этот указатель я видел? Что пляж Салют начинается отсюда. Да, вот тут вот он начинается. Там был еще Прометей. Там Прометей, тут Салют. Это в счастье. Это в счастье. Музыка счастья раздается. Запорожец. Кстати, номера сняли. Помните, у него был 197 регион? А сейчас нету. Девушек, гоу-гоу, как они там называются, правильно, я не наблюдаю. Периодически они вот тут вот бывает танцуют. Всякие народные танцы, танцы народов с севера. А мы приближаемся. Подождите, там же была уже граница пляжа Салют, да? Значит, это все Салют. Это все Салют. По счастью, он находится на территории пляжа Салют, оказывается, вот так. Я-то всегда думал, что пляж Салют начинается где-то с этого места. Ну, извиняйте, малограмотный. Очередь для прогулки на Банан. На пляж Калипсо я уже сегодня не пойду. Ну, сейчас, в всяком случае. Потому что на пляже Калипсо мы с вами были давеча. С утреца. Ну, и вообще, мы на пляже Калипсо, каждый, не побоюсь этого слова, день. На Салюте есть вакантные места. Опять же, я не могу быть уверенным, что они всегда есть. Потому что, как в это время, когда я сейчас иду, это уже за полудень. Народ потихонечку убегает на обед. Убегает от знойного солнца. Поэтому, возможно, пляж немножечко того освободился. Вот такая вот обстановка на пляжах. Но я пока не выключаю камеру. Я топаю в сторону дома. У меня, честно говоря, ржу-пашка немножко разболелась от этих солнечных прогулок. Мохито. Смузи фреши и прочие вкусняшки. Кофеек. Ну, это не, кстати, скорая помощь. Нам такого не надо. Нам надо, чтобы все были здоровы и счастливы. Если пройти прямо метров 200, может быть, максимум, то мы окажемся на улице Калараш. Но мы пойдем другим путем и все равно окажемся на улице Калараш. По-любому. Сейчас есть вероятность встретить Овика, который нам расскажет про самое вкусное пиво. По его, опять же, версии лазарьском. Столовый салют. Тоже большая достаточно очередь. Смотрите. Удачное расположение к морю. Но все-таки конкурировать с Бристолем, наверное, ей будет тяжело. Ну, наверное, точно. А вот и красавец Бристоль. Вместе со столовой. Не менее симпатичный. Так, я придеваю, да? Прошел парковки. Там сзади парковочки, ребят. Парковочки. Лазарский отдых приглашает. Вот дельфинарий. Вот по парке. О, Новик сейчас будет рассказывать про пиво. Он меня не видит. Он, видите, отвернулся. Потом будет говорить, что почему-то не приходишь ко мне никогда. Не показываешь мое самое вкусное пиво. А я прошел. Я его видел. Но он на меня посмотрел и не заметил. Я не знаю, как можно было. Тогда иду дальше. Я ж пиво не пью, мне пофигу. Ну, что касается Бристоля, ребят. Ну, сами видите. Не конкуренции. Не конкуренции. Заход вот оттуда, вот где этот синий повар. Очередь достаточно большая. Но тихучесть у меня тоже достаточно быстрая. Потому как много сотрудников. Много столиков. Очередь сама за себя говорит. Вот это заведение я рекомендую. Та редкая фраза, которую я... Иногда повторяю. Все-таки иногда вот это. В данном случае весьма уместно. Все машины назад сдают. Видите? И вперед едет, и назад едет. Что-то новое в движении. Курская, Белгородские области. Ну, местные встречаются. Пробка аж там, вот, начинается. Видите? Это полный пипец. Это полный пипец. Как девушка подметила, кто задом, кто передом. Говорит. Нет. Извините. Тут еще можно понять. Тут маленькая узенькая улочка. Она изначально не рассчитана на движение многих транспортных... Ну, на такое количество транспортных средств. Но все равно... Работала бы вот та вот парковочка. Вот та вот, за заборчиком. Я уже в предыдущем ролике говорил, одном из предыдущих роликов. То вот эти вот машинки, которые здесь стоят по периметру дороги, они бы там не стояли. Они бы просто тихонечко стояли бы на этой парковочке. И никому не мешали. И был бы освобожден проезд. И не было бы подобных ситуаций. Ну, я уже молчу про улицу Ковара, что-то. Потому что потому. Ну, и здесь я тоже уже неравном рассказал, что чуть-чуть, чуть-чуть, полметра хотя бы сдвиньте эту ненужную никому площадку, вот которая пустует сейчас здесь, никакого... Эти бы автомобили освободили бы проезд. Тут можно было бы двум машинам проехаться. Разъехаться. Ну, увы. Увы. Опять фотографирует мой забор. А я его сам в этом году, наверное, ни разу не фотографировал. Вот так вот. Все, всем доброго дня. Всем пока. Жара. Я пошел домой выкладывать вам все эти ролики. А у меня их штуки 4-5. Ребят. ό Ребята. Ребята. Продолжение следует...